ну теперь сделаем последний материал самый сложный самый комплексный для ландшафта дело в том что здесь нам нужно сделать материалы которых будет трава причем для того чтобы это не было просто ровным слоем нужно смешать несколько материалов с разными текстурами но может быть это будет одна и та же текстура только немножко модифицированная посмотрим что сейчас получится из этого второе нужен будет асфальт для дороги и это место где стоит дом и третье нужен еще материал песка гравия берегов вот этого прекрасного озера вот но надо сказать сразу я уже это пытался сделать не все получается хорошо потому что тут есть определенные нюансы но на самом деле хорошо что не все хорошо итак все таки начнем делать просто материала сейчас не вью окей первый материал это трава физика материал так но здесь наверно особо выдумывать не надо мода стандартная пускай будет такая так и назовем это grass нужно два питма по травой материал maps general питмэп и вот я как раз думаю дело в том что я пытался вот эти совместить две текстуры но они настолько здорово различаются друг от друга что ну не очень здорово получается поэтому просто делаем немножко по-другому будет одна единственная текстура вот которая сейчас используется просто она будет смешана особым образом сама с собой только через не через колор корректор вот кроме этого у нас есть еще карта бампа карта спекуляра чем она будет одна и та же но вот это вот не самая простейшая идея по поводу смешения двух текстур дело в том что здесь двумя текстурами смешение двумя текстур не получится здесь придется смешивать через одну и ту же маску три текстуры потом все эти текстуры как-то настраивать но все-таки я предлагаю сделать два материала два материала с одной и той же в общем-то травой немножко модифицированный вот как то так ну первым делом говорим о по ну вот эта текстура и фью стив помним уже да что дабл клик нам нужно сделать блёр можно сделать 0 1 дважды копируем ее нет лучше сначала настроить и сейчас я сделаю настройку к смысл который будет немножко позже а вот в этом битмэпе я скажу map channel 2 так и теперь уже можно копировать дважды и сюда загрузить карту нормалей обязательно с гамма 10 и сюда в этот контейнер загружается у нас grass specular то же самое с гамма 10 так что получается что это у нас идет на базовый цвет здесь все то же самое в общем-то вся та же история это идет на рефлективити мэп так это же идет на на равнис на равнис мэп так единственное что помним что должно быть глоссис поэтому идет с инвертированием а вот так отлично так что-то ничего особо не видно самой текстуры так никаких проблем второй канал все должно показываться попробуем первый канал так вот так вот то есть на шарики на второй канал даже не пооскадывается но очень странно на самом деле но тем не менее все остальное это работает достаточно забавно и бамб бамб должен идти напрямую не пойдет он должен идти через специальную карту опять же дженерал который называется нормал бамб умолчание на настроен так как надо поэтому можно просто ничего там не настраивая забросить вот таким вот образом там вроде нормально так это первый материал травы а второй материал травы от этого будет отличаться только тем слушать а тогда нам нет дело в том что для того чтобы еще интереснее все было недостаточно просто немножко перекрасить диффузную карту нужно еще сделать еще одну вещь значит смотрите мы выбираем с вами этот материал копируем его здесь вот том-то и делом общен устанавливаем третий хотя нет все равно пускай останется второй пускай останется второй но а поворот этой текстуры где-то на тридцать три градуса вокруг оси w здесь чтобы все синхронизировалась аналогично и в этой текстуре аналогично то есть у нас получается одна и та же текстура которая повернута на какой-то угол относительно вот этой а мэпинг для них будет одинаковый вот ну и пропустить ее через color correction да что ж такое то очень странно на самом деле но второй канал на шарике должен показываться вполне адекватно он почему то этого не делает удивительно ну да ладно на рендере все будет нормально так значит соответственно здесь у нас получается maps general color correction то есть вставляю еще сюда color corrector с контролом есть право подвести правильно то все получится и меняю ну например не хью чуть-чуть сдвигаю вот так красноту и немножко уменьшая контраст из допустим ну то есть принципе то же самое но немножко другого другого оттенка так не забыли кстати сказать что у нас здесь второй канал это трава дальше материал general blend ну вот интересно если убить один из этих под материалов вылезает ошибка ничего страшного в этом нет можете этот диалог который там появился убрать в сторонку так что получается мы берем первый материал сюда какую последовательность это не важно абсолютно второй материал у нас идет на вторую второй вход а между собой они сейчас находятся в состоянии 50 на 50 но это как раз не то что нам нужно между собой мы замешиваем их через обычный нойс нойс такого обычного типа размера где то ну действительно где то 200 например 200 на 200 сантиметров и нойс сделаем немного более контрастным здесь вот ноль максимум ноль семь хай лоу максимум ноль три получается более такой контрастный вариант так этот материал у нас готов опять же не забываем о втором текстурном канале теперь нам нужно нужен материал асфальта и материал для ну пускай это будет гравий и тот и другой материал сделаем на основе сабстанцев прекрасный там есть даже в поставке в макс есть прекрасные два варианта так материал general physical материал начнем собственно говоря вот с этого base color map general substance так и здесь сразу выбираем load substance выбираем асфальт есть такой там асфальт open ну надо сказать что асфальт здесь такой здоровский очень старый какой то асфальт мы сделаем на самом деле есть параметр сделать сделать его по лучше cracks 0 и damage 0 то есть более ну нормальный асфальт скажем так серенький normal saturation luminosity ну и потемнее 0 35 luminosity слишком темный да пускай будет 0 4 где то вот так можно придать ему какой то оттенок но сейчас это не сильно важно знаете уже через color corrector пропустите все bump пошел на bump specular пошел на reflectivity так и тоже ой а тоже важный момент у нас получается равнис map и этот равнис должен быть инвертирован да правильно правильно и вот важный момент в самом сабстансе сказать что тоже идет по второму map channel то есть мы для травы и для ну давайте так действительно для травы для асфальта и для камушков которые сейчас будут мы сделаем один это один map channel а потом чтоб попроще было а потом разберемся и вот смотрите что интересно что хорошо с сабстанциями вы берете этот материал целиком его копируете полностью вот я выбрал все с шифтом переместил и просто заменяете его здесь ой это в интернет пошло просто заменяете его на на гравель 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 вот гравл все все остальные настройки те же самые ничем не отличается карта работает точно так же как надо вот ну гравии можно там не знаю что добавить ничего не надо добавлять пусть будет такой гравий на берегу нашей нашего пруда теперь для того что все это смешать между собой правильным образом нам нужно две маски одна маска у нас уже есть это собственно говоря наша карта высот а maps general bitmap и вот land но она не очень хороша тем что так так сначала разберемся по какому каналу она должна идти она полностью соответствует нашему ландшафту а раз она полностью соответствует нашему ландшафту она должна идти по первому каналу то есть по тому на котором сделала сделано displacement так что вот и здесь это мы ничего не трогаем а но мы видим с вами что она эта карта не совсем подходит для нас почему потому что нам нужно только черно-белая карта для этого мы пропускаем ее через ноду maps general output это удобнее нежели чем color corrector и в этом аутпуте при помощи такой кривой знакомый вам по фотошопу я думаю здесь мы говорим безе-корнер мы добиваемся нужного контраста и здесь тоже безе-корнер если не хватает можно добавить еще точку вот у нас точка от point это вот здесь можно поставить еще дополнительную точку и сделать как-то вот так почти получилось да вот такая вот желательно чтобы от края были достаточно мягкие blur здесь к сожалению не помогает особо но вот если вот так сделать не совсем то что нужно а вот здесь уже вылезает видите вылезает лишнее поэтому вот это как-то так 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 как-то вот так должно быть вот все равно дорогу видно вот а вот для асфальта придется сделать немножко другую маску вот это все что было на самом деле это все прекрасно работало во всех версиях макса вот то что сейчас будет это новая вещь смотрите как что можно сделать если мы на все это дело посмотрим сверху то мы можем нарисовать по привязкам или без привязок вот такие вот фигуры шейпс ректангл прямоугольник не обязательно делать это сверх точно это у нас получается габаритом нашего объекта нашего ландшафта и еще вот такой прямоугольник дорога поменьше вот здесь вот центральная часть и еще вот такой вот съезд так теперь объединяем все это в один объект прямоугольник вот этот который дорога конвертируем в редактируемые сплайны можно немножко укоротить уменьшить ширину этой дороги к нему приоттачиваем присоединяем это это и это и внутри этого сплайна как мы уже делали в начале семестра делаем булевые операции то есть выбираем под объект сплайн булевые операции объединения объединяем с этим объединяем с этим все получился вот такой вот объект ну можно его назвать road mask кстати сказать так оно именно этим оно и будет а здесь уже в редакторе материалов мы находим maps general который называется maps general который называется shape map вот оно и что оно позволяет оно позволяет нам загрузить сюда ну не очень удобно я вот кнопку нажму отодвинусь и оп и загрузил вот эту маску с дорогой вместе видим да отлично в чем преимущество преимущество в том что вы не должны заботиться о разрешении потому что это векторная вещь и она всегда у вас будет четкая и кстати если не хотите чтобы она была четкая можно немножко подблюрить в очередной раз у нас есть для этого вот blur четверочку например сделать ну много на самом деле оставим единицу так ок ну и просто скажем что fill color присутствует и этот fill color у нас белый о sorry черный отлично вот а внутренность у нас белая все опять у нас есть черно-белая маска которая полностью соответствует нашему ландшафту причем в любое время ее можно прямо непосредственно в максе изменить то есть вот прекрасно все делается я выбираю например вот эти точки и аккуратно подвигаю меня вот не видите но стала потоньше вот эта линия так опять же по первому каналу это все идет потому что нам так нужно ну а теперь собираем все это вместе так что получается нам нужен еще один материал blend можно просто с шифтом скопировать вот это веревочки которые к нему подходят я удаляю потому что они здесь не нужны сейчас опять обругает меня по-всякому и что мы смешиваем между собой мы смешиваем между собой траву и трава вот она и кого правильно гравий ну кстати уже можно скрыть только все уже настроено здесь в собстанциях поставлен проверяю второй чекфадраканал можно можно уже скрыть дерево детей HHL3 оставить вот такие материалы маленькие мы же с вами знаем что они непростые но ноутбуки тормозит все это достаточно здорово так и получается что мы траву смешиваем трава идет у нас так у нас маска черно-белая и там озеро получается получается что гравий у меня идет на второй материал трава кстати раскрывается сам вернуть надо обратно это состояние HHL3 вот трава идет на второе а здесь используется вот эта масочка в качестве маски да так это уже собралось в одну кучку ну а теперь нам нужно к этому всему приделать еще да похоже не совсем правильное решение было но ничего страшного это я получается асфальт сюда пришпандурил так значит асфальт отсюда надо выкинуть а гравий то вот он материал гравия вот он так и еще один бленд материал точно так же его копируем ну чтоб не делать заново веревки долой и получается здесь маска вот она маска идет на маску на черном должен быть материал вот того что уже есть все вместе на белом будет материал будет материал ну даже на шарике видно что все правильно вот и уже все вот это все вместе накидываем на наш ландшафт текстур остается только определить второй текстурный канал то есть первый канал мы определили уже плоскости он присутствует у плоскости второй текстурный канал это просто модификатор модификатор и в координаты и в мэп здесь задаем тип кубический почему потому что все таки ну слишком большие потяжки получается вот на этой месте размер ну два метра на два метра например и на два метра так и не забыть поставить второй канал вот map channel 2 в виппорте это все можно увидеть в принципе но можно попробовать просто сделать рендер посмотреть что получится ну вот прекрасно все получилось смотрите вот у нас получается вот это не очень хорошо конечно то есть все таки здесь нужна маска для вот этого песка чуть больше чем карта высот чтобы у нас песок вышел все таки за пределы а так он получается ровно посередине да вот а здесь асфальтом покрыли все и трава там как-то пробивается через через нойс так вот проплешинки такие так ну можно подойти поближе к всему этому к этому месту посмотреть вообще там текстуры какие-то присутствуют да или нет вот так ну да вот конечно вот повторяющая текстура это не очень хорошо там хорошо виден асфальт это повторяющийся не очень здоровски конечно так надо даже несмотря на то что это процедурка и процедурка вот такая вот продвинутая все равно выглядит достаточно так примитивненько поэтому лучше конечно было бы использовать здесь битмэп соответствующий ну и теперь все вместе на нормальном ракурсе анхай то вместе с домом вместе с этой стороны как-то сойдем вид на озеро со стороны вот дома как-то отсюда так чтоб еще видно было и не только дом но и ну конечно тут еще лучше со стороны подойти так вот и озеро чтоб было видно вот размер картинки побольше 800 на 600 ну вот сейчас мы поэкспериментируем ну качество я думаю где-то 25 27 децибел больше не нужно и фильтрация шума порядка 60 процентов попробуем так ну достаточно весело так все это выглядит вот время сейчас посмотрим я конечно не буду вас пытать полностью этим всем этим временем так у меня ноутбук i7 8 гигабайт памяти вода кстати очень хорошая получилась i7 8 гигабайт памяти но ноутбук вот лишается дел к концу 4 минуты 4 минуты где-то с небольшим будет категорически советую вот этот вот ну правда стоит аж 15 долларов вот по-моему 25 даже в ray frame буфер он очень ray frame буфер virtual frame буфер плюс очень здоровский инструмент кстати он тоже есть свой шумодав я правда не пробовал его с артрейлером ну вот все получилось сейчас он отработает отработал уже шум подавления тя 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 ну 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 не до конца вот все сработало 3.59 4 минуты ровно по сути получилось так а насчет уровня шумов которые здесь ну в общем терпимо надо сказать на большой на большей картинке конечно все это будет дольше само собой но и уровень шумов там более допустимый получается ну опять же понимаете мы здесь везде сделали текстурки с какими-то интересными материалами со всякими такими действительно ну шумящими текстурами поэтому здесь чистого материала даже вот этот материал который у нас присутствует на нем бамп с нойзом да и понять где где чей шум тут достаточно сложно но вот это конечно все портит вот но в принципе все получилось и так все материалы у нас есть все прекрасно останется только засадить растительностью все это это как это как это это Продолжение следует...